Колбаса докторская, московская, домашняя. На первый взгляд вся продукция соответствует нормам. Но после изучения сертификатов специалисты дают заключение. Они недействительны. Такая же ситуация в двух соседних ларьках. Товар без документов снимается с реализации. Документы были предъявлены старые еще с 12 числа. То есть срок реализации колбасных изделий вареные 72 часа. Не менее важный показатель качества соблюдения температурного режима, говорят специалисты. Ведь в жару размножается большое количество микроорганизмов, которые заражают продукты питания. Но, как показала проверка, столбик термометра застывает далеко от положенной отметки плюс 6. В некоторых случаях несоответствие в 24 градуса. Инспектора составляют акты утилизации. Вместо того, чтобы температура здесь была минус 12, плюс 12 – это контрольный замер поверенным термометром. Такой тщательной проверкой покупатели пренебрегают. Качество продукции определяют только на глаз. Мясо должно быть яркое такое, розовое. А если оно темное, значит уже не свежее. Не принято у нас спрашивать сертификаты качества и прочее, прочее. Только на глаз. Вялое, значит не берем. Красивое, значит берем. А что там внутри? Но уберечь себя от некачественной продукции действительно можно, успокаивают специалисты госнадзора. Для этого нужно внимательно изучать сертификаты на привозную продукцию, проверять сроки годности и не покупать фрукты и овощи на стихийных рынках. Еще один способ подстраховаться – попросить у продавца талон санитарной экспертизы. Этот документ – своего рода свидетельство качества товара. Здесь указан владелец продукта наименования и срок реализации. Анастасия Чернитинская, Дмитрий Дьяков, Тимофей Чекан, Первый Республиканский.